Проведя 27 лет в тюрьме за убийство 24-х человек, на свободу вышла баскская террористка. Такое великодушие проявил Европейский суд по правам человека. Этот случай может стать прецедентом и спровоцировать эффект домино. София Гордиенко из Страсбурга подробнее. Больше года испанцы сопротивлялись как могли, устраивали манифестации, писали петиции. Но дура, лекс, седлекс, закон суров, но это закон. Особенно если этот закон высшей европейской инстанции, суда по правам человека. Европейский суд постановил 15-ю голосами против двух, что имело место нарушение 15-го пункта, то есть наказание без закона Европейской конвенции по правам человека. В 80-х испанские новости были сводкой взрывов, убийств и похорон. Тогда студентка Инесс Делли Рио по прозвищу «Малышка» на равных готовила коктейли Молотова с борцами за независимость. На ее счету как минимум 24 жизни. Когда полицейские наконец-то арестовали сепаратистов, максимальный срок тюремного заключения в Испании составлял 30 лет. Власти сделали все возможное, чтобы убийцы не выбрались на свободу по амнистии или за примерное поведение. Они ввели доктрину пород, названную по имени первого осужденного террориста, что позволяет умножать тюремные сроки. Так Делли Рио и получила более 3000 лет заключения. Я чувствую сегодня негодование, гнев и отвращение. Как могли несколько людей во имя прав человека принять решение, которое нарушает права жертв? Завтра на свободу выйдут и другие. И выйти смогут не только террористы. Доктрину пород применяли к серийным убийцам и педофилам. Теперь и они имеют возможность попросить у Европейского суда по правам человека пересмотреть их дела. Малышка Инесс покинула тюрьму раньше на 3800 лет, еще и с 30 тысячами еврокомпенсацией. Ее под дождем встречали родственники, товарищи, сотни журналистов и друзья тех, кого Делли Рио лишило жизни. Решением ЕСПЧ они довольны не только в Испании. В Британии грозятся выйти из конвенции по правам человека. Лондон не мог депортировать экстремиста Абукатаду, адвокаты которого затянули на 8 лет процедуру экстрадиции. И в том числе апеллируя к положениям конвенции. София Гордиенко, Василий Тружковский. Подробности телеканал Интер. Страсбург.